Добрый день, друзья! Недобрый день вам, мне, другим. Кристина Асмус, вот какое дело, должны были ее судить судом страшным и беспощадным. Перенесли заседание Тверского суда на 14 сентября. Я вообще не понимаю эту историю. Ну, то есть, от слова совсем, знаете, есть такое выражение? От слова совсем. Ну, она 24 февраля, как и многие другие люди из ее цеха, написала что-то там про спецоперацию. Ну, черный квадрат, нет войны, я плачу, я рыдаю, вот это вот все. 4 марта вступил в силу закон о фейках. Теперь ее пытаются по этому закону судить. Но, я помню, неоднократно я это обсуждал с очень многими юристами, с Анатолием Кучереной несколько раз. О ретроактивности закона мы говорили. О том, что законы, особенно карающие, они не могут иметь обратной силы. Был такой скандал в 60-х годах, такое дело Рокотова. Там валютчиков, трех осудили, там дали им по 8 лет. Потом Хрущев был на Западе, и о западных журналистах узнал расклад с валютными махинациями в Советском Союзе. Какой черный рынок у него. Вернулся и потребовал от генерального прокурора ужесточения, пересмотрения мед. Там было еще два суда, в результате их расстрелять. То есть, они, когда занимались валютными операциями, там такого же типа, как Юра Эйзеншпиц, там было одно наказание. То есть, они понимали, что они рискуют, и максимум они рискуют там получить вот так бы некий срок. В голову никому из них не приходило, что за это могут расстрелять. Это не была расстрельность статьи. Ну, в общем-то, о чем здесь говорить? Такая базовая вещь, примерно как презумпция невиновности. Что нельзя взять и сдать закон, допустим, там, что 1 октября, что все те, кто некошерно питается по вторникам, будут оштрафованы на миллион рублей, допустим. И все, вообще, почти все население страны можно спокойно, значит, вот привлекать. Ну, я так фантазирую, вот там, любой закон. То есть, какая-то это вот пьющая штуковина. Кстати, вот про Хрущевка вспомнил про Сталина. При Осипе Васильевича был такой термин, практиковался и в периодике, и в быту «вредители». Мне кажется, все эти вот силовики, которые занимаются делом Асмус и Юрия Шевченко, это такие «вредители». То есть, потому что мы же видим, допустим, Би-2, там серьезные заявления делались про то, что Россия должна платить репарации Украины, что Россия превратится в пустой, облупленный бассейн без воды, что вообще всем пиздец здесь настанет. Вот они вот так вот выступали. И в результате их пригласили на престижное, самое престижное спортивное мероприятие в Санкт-Петербург. Они там выступали. Ну да, их там и свистали, зато теперь они по Казахстану едут с таким мега-туром вот сейчас осенью, который никогда не было у них в Казахстане, с таким масштабом, с такими расценками. Им подняли просто расценки. И как бы вот эти словики не дают понять, ребят, вы там, когда просто квадрат Малевича и нет войны, это несерьезно, но за это будем вот так вот. Вы давайте так, по-взрослому, по-взрослому, типа слава Украине, Путина в Гагу, вот тогда вот это понятно, за это вам будут всякие ништяки, а так вам будет штраф. Потому что Кристиня, Кристиня, Каук, мы сейчас вернемся, подумаем про нее. Вот, и Кристиня грозит штраф там 30-50 тысяч рублей, бля, четверть миллиона в съемочный день, ну это вообще ни о чем, вот к чему это делается. Юрию Шевчука по этой же статье натянули, и при том, что он сказал на концерте, что там Родина, это не жопа президента. То есть, в общем, фейк, ну, серьезно, да, компрометация вооруженных сил Российской Федерации. Ну, 50 тысяч его штрафовали. По данным форумствам он миллион долларов зарабатывает в год. То есть, в три раза больше он зарабатывает в день. Вот ему штраф 50 тысяч, в день он зарабатывает в три раза больше. Что такое 50 тысяч для Юрия Юлиановича Шевчука? Он даже не сможет в кафе Пушкин Петрюса выпить за эти деньги. Ну что, вы серьезно, что ли? Вот зачем это делается? Это тех фанатов Шевчука, которые аплодировали ему на концерте, которым вот понравилось это заявление, они будут себя чувствовать причастными к чему-то там, к тому протестному. А рок-музыка и протест, вы знаете, это почти что синонимы. Это типа круто. У самого Шевчука, ну, может быть, будет меньше концертов официально, но опять же, ценник на корпоративы возрастет и уже вырос, и возрастет еще, видимо. То есть, вообще, чем вы занимаетесь там? Чем вы думаете? Вот про Аук. Не про Асмуса, а про Аук. Юлия Аук. Вот актриса, которая гораздо круче высказывалась в соцсетях, нежели Кристина Асмус. И до того, и в тот же день, абсолютно в тот же день, в который Кристина Асмус написала свой пост. И после этого. Она в Нарве вообще поставила спектакль «Хуй войне, Украина, дневники с фронта» или «Фронтовые дневники». В общем, не знаю, важно. «Хуй войне, восклицательный знак Украины». Вот такой вот у нее был спектакль «В Нарве». Она сделала. Она живет в Эстонии, по-моему. Не знаю, есть ли у нее гражданство. Это песня совсем не о том. Или тот же Алексей Серебряков, который неоднократно в интервью и на Западе, и здесь, и Юрию Дудю говорил, что национальная идея России – хамство, ну и так далее. Сила, что-то там такое. Так вот, актеры вот эти, вот эти актрисы, они приглашаются в Москву, они снимаются в спектаклях, снимаются в сериалах. За государственный счет они живут. Вот те, которые вот такие вот делают высказывания. А до Кристины Асмаса там почему-то доебались. Не знаю, может, кому-то не нравится она, может, кому-то не дала когда-нибудь. Я не вижу никаких вот других причин. Я считаю, что штрафовать – это вообще не о чем. Я считаю, что те люди, которые резко и определенно высказываются против политики своей страны, как там внешней, так и внутренней, которые там называют соответствующими словами Путина, Путина, ну, как та же Юлия, вот, они просто не должны получать деньги из государственного бюджета. Их не надо вот кормить за счет бюджетных средств. А так пусть они там действительно снимаются, выступают, работают. Мы же не Украина, хвала всем богам. Не будем же мы превращаться вот в страну, где будут преследовать высказывание своего мнения. Но отлучать от сиськи бюджетно, да, конечно, надо. Без спорта. А штрафовать на абсолютно несущественные для них деньги – это лить воду на мельницу идеологических противников. Это в тех же украинских пабликах, это смакуется и там рассказывается, они становятся, в общем-то, там, конечно, не национальными героями, там никому из них не светит. Но это вот в ту самую копилочку антироссийского КП. Поэтому 14 сентября состоится заседание. Я надеюсь, что как-то голос разума возобладает и ситуация с делом рокотова не повторится. Субтитры сделал DimaTorzok